Рассказываю, смотрите, чё вчера было. Вообще кто-то в теме про то, что вчера было? Кто-то читал мой телеграм-канал? Есть такие из вас? Кто-то вообще понимает, о чём речь идёт или не понимает? Короче, рассказываю. Вчера вечером мы на стриме боёвывал. Ну, то есть, сначала постримил я. Я отправил ей рейд боёвывал, блядь. Ну, вы знаете, кто это, да? Юлечка. БАЙОВАЛ! Вот. И, в общем, я отправил ей рейд. Сейчас немножко перебивает, смотрите. Серёга, Игорь, здорово. Как дела? Слушай, возьми рекламу у Гаговина. Рил толковая тема. Закинул 500 у Илл 10к. Хорошего стрима. Резистор, спасибо за 100 рублей. Да, они мне предложили тоже сотрудничество. У меня сейчас единственное сотрудничество это только кейсы. Мне предложили вот Гаговина. Я пока думаю, брать или не брать, так скажем. Гоуднекст. Продолжаем историю. Я зарейдил вчера боёву. Мы пошли играть у неё в Counter-Strike с ней и с Ваньком. Сыграли первую катку нормально, без последствий. Вторую катку пошли, когда играть. Человек набоёвал. А, точнее, нет, не точнее, я это предложил, по-моему. Сделать, короче, ставку на её стрима. Кто настреляет больше киллов? Я или Ванечка? Мы начали пиздиться, короче. Мы чё-то так вошли в кураж, так скажем, да. Начали, короче, набивать киллы. Я его разъебал, так скажем, по киллам. Вот. Ну, он там в один момент, когда на пистолетном раунде ему прилетело въебало, уъебал по столу и очень громко заорал. Всем было смешно, весело, до момента, пока у человека не вырубился свет дома. А мы же с ним живём в одной парадной? И получается, что свет у него вырубился, а у меня нет. И тут вопрос, блядь, какого хуя? Ага, блядь. Ага, блядь. И тут нахуй такой вопросик. Ну, короче, я подумал сначала, что у него выбило пробки. Оказывается, у него не выбило пробки. Просто сосед подошёл и потушил ему свет. Короче, есть такие дома, как мой, например, где в коридоре такой электрощётчик, и там ты его открываешь абсолютно любым ключом, да. Ты любую железку вставишь, провернёшь, откроешь, и там вот эти ебучие счётчики. Ну, и чел просто подошёл и рубильник ебанул. На той квартире, из которой идёт звук. То есть, теперь представьте, что Ванёк, например, еболдыш. Сейчас. Ну, не как, например, он реально еболдыш. Просто я сейчас объясню, почему я это. Гирсон, спасибо за два месяца подписки. Здорово. Короче, представьте, что у него какая-то хуёвая пилотка. И хуёвый блок питания в компе, например. Чел ему тушит свет. У него, нахуй, сгорает БПшка компа. Соответственно, комп там, отплата, вся хуйня. Всё, блядь, загорает, всё тушится. А у него там имущество в компе. Ну, нормальное количество денег-то, скажем, да. А сосед об этом, как бы, скажем, не подумал. Его вообще можно было за это за жопу взять. За эту тему. В общем, в чём суть. Чел пришёл, потушил свет. Съебался. Ванёк немножко подобосрался. Он написал мне, Серёг, вся хуйня, туда-сюда. Зашёл в Дискорд ещё при этом, когда мы сидели в Дейсе. Я там порохил на тему того, что это я пришёл, ему свет потушил, чтобы киллов больше набить. И пацаны выиграли баллы, которые на меня поставили. Ну, это, понятно, шутка была. Нет. Вот. В общем, ему потушили свет. Я пришёл к нему домой, оделся. И начали разбираться, как включить свет. Мы включили свет в коридоре. Разобрались, как это сделать. После этого я начал громко с ним обсуждать, какого, блядь, хуя произошло. Пытаясь забайтить, чтобы сосед вышел из дверей, ну, и начал, как бы, с нами вести диалог. Потому что это на тот момент, наверное, минут 10 прошло. Мы очень громко общались, так скажем, в лёгкой форме оскорбляли, так называемого. Своемого соседа. Блядь, я сейчас это слово не сказал случайно. Ебать! Фуф, нахуй. Вот. У меня уже... Губки-то, знаете? Не надо, нахуй. Вот. В общем... Ваня думал всё это время, что сосед живёт за стенкой. А сосед за стенкой не живёт. А, и, кстати, я сегодня узнал, что сосед живёт даже не над ним, а под ним вообще, прикиньте. Вот. В общем, мы зашли в его квартиру, потому что в коридоре мы пошумели, никто не вышел из дверей. Я очень громко говорил, типа... И серия. А чё он в этой двери, типа, живёт? Кто тебе свет потушил? И никакой реакции. Ну, и чё-то так мы вот так общались. Потом мы зашли в его квартиру и также там продолжили диалог, да? Вот. И мы услышали, что начался громкий голос какой-то от какого-то чела. И топот, и чё он там вещи собирает и так далее. Ну, по итогу чел собрал вещи, оделся, видимо. Чё-то там поорал, покричал немного. Приходит к нам в квартиру. Ну, я слышал, что он идёт уже, это, по коридору. Я при фаером открываю дверь. То есть он даже с участвующей начал, я при фаером открываю дверь. Он стоит у двери. Спасибо, Халк, я небольшой, за 100 рублей. Спасибо, блядь. Спасибо большое. За поддержку, так называемую. В общем, этот Кент подходит к двери. Я ему при фаером открываю дверь. Он начинает сразу же, блядь, выёбываться. Моментально. У вас тоже лагает? Не должно. У меня вроде битрейт не падает. Он начинает моментально выёбываться, понимаете? Моментально. Типа... Слышите, блядь, вы нахуй там, типа, такие-то, такие-то. Голос вы там в два раза потише что-то сделали. Что-то такое в таком духе. А чего вы, чтобы понимали, по комплектации как Ванёк? Ну, и ростом. И он ещё такой пошире. Такой бородатый, забивака, лет 30, наверное. Ну, то есть это, знаете, не какой-то там тишак. Такой прям забивака. Вот. Он, короче, начинает такой, типа... Чё, блядь, нахуй тут базарить это громко, блядь? Ещё раз там. Короче, начинает угрожать в таком духе. Чё-то пиздеть-пиздеть, типа, в GTA RP, ну, вы поняли. И я, короче, ему говорю, типа... Ну, я нахожусь внутри квартиры. Он стоит, получается, за дверью. Дверь открыта. Я к нему выхожу из порога и говорю... Типа, из серии что-то... Ты попроще, типа, общайся. Хули ты, типа, пришёл, сразу начинаешь так возникать там и так далее. И он такой... И да я тебе сейчас в GTA 5 RP, блядь, в игре компьютерной. Уебу, нахуй. И другу твоему, уебу. И он ещё думал, что это я живу в этой квартире. Я ему говорю, блядь, я, во-первых, здесь не живу, ты, блядь, ебол дышь. Ну, в общем, мы начали базарить, базарить, базарить. Я ему сказал, типа, ну, сразу, как он только угроза вот это кинул. Я сказал, ну, давай, попробуй. Чел слился. Потом, короче, он что-то пиздел, ещё пиздел. Я его, короче, осаживал. Говорю, ты, блядь, долбоёб, который говорит, угрожает, блядь, 18-летнему челу. Тем, что он, блядь, громко шумит. Что ты ему сейчас придёшь и набьёшь ему в GTA 5 RP ебучку. Ты вообще, типа, нормальный чел, нет? То есть, типа, ты хочешь вызвать ментов по поводу того, что он шумит, но сам приходишь и угрожаешь. Ты, типа, вообще, у тебя как, всё хорошо? В общем, я этого и в его дыше осадил. Потом он в какой-то момент, его, знаете, у него прям рука, вот так вот. Ну, я реально без взрослого. Мне очень жаль, что Ванёк, сука, не додумался в этот момент снимать видео. В первый раз, когда к нему пришли, он снимал видео. Второй раз, когда пришли, он сейчас не додумался снимать. Учила вот так вот трусит руку передо мной, вот так вот. А он стоит буквально в полметра от меня. У него вот так вот хуярит рука. Спасибо, Артёмка, ещё за 100 рублей. Приветик. Я ему говорю, дядь, а чё руку-то трясёт так? И он, знаете, чё, на это отвечает? У него голос так дрожит ещё, знаете, типа, я просто, блядь, в GTA 5 РП сейчас тебя хочу уебать. Прям сейчас. Чё-то такое ещё раз, блядь. Я говорю, ну давай, попробуй, я уже это слышал, типа, ты уже это говорил. Давай, типа, и всё, и ничего не происходит. Он опять, короче, схавал. Ну, после этого он сказал, типа, ты когда такие ситуации возникают, блядь, ты не яйца свои, типа, приходи показывай в таком духе, а, блядь, вызывай полицию просто, и всё, по факту, если человек шумит и так далее. Нахуй, типа, ты выходишь, вот ты всю хуйню несёшь. Он такой, полицию нужно, да? Я такой, да. Ну ладно. Развернулся, ушёл, съебался. Охуенно. Но мы по итогу не ушли. Ванёк же должен был уехать, короче. Мы такие, типа, думаем, ну, будет вызывать или не будет. Сидели, ждали, 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 ждали. По итогу полиция приехала. Приехала полиция. Ванёк с ними пообщался. Сказал там, туда-сюда, да, я шумел. И чё дальше? Они такие, ну, не надо шуметь. Он такой, хорошо, не буду. Всё. Человеку сказали, что, типа, ты пришёл, ты, блядь, вырубил свет, ты угрожал в GTA 5 RP, блядь, нахуй. Ты вообще нормальный? Типа, его можно было садить за всё это. На что он начал говорить о серии. Я свет не вырубал, не надо тут мне предъява кидать. Я чё-то никому ничего не угрожал, тоже не надо мне тут предъява кидать. И я такой думаю, блядь, вот, сука, ебучая, ебучая вот мысль была бы в голове просто снять это на видео. И вот так включить при полиции. Он бы так охуел бы, так бы обосрался бы на этом же месте, блядь. Как он этого не говорил и не делал ничего. В общем, всё по итогу слилось на том, что чел съебался, никакой штраф, ничего не выписали. Ванёк думает о том, чтобы съезжать, так скажем. Но на самом деле съезжать никуда не надо. Чел просто пойдёт нахуй по итогу. В следующий раз просто Ванёк, если что, достанет телефон, начнёт снимать на видео. И пиздец. И всё, нахуй. Вообще надо, блядь, ему персовый оболочек купить, Ваньку, чтобы, блядь, чел только как открыл дверь ему сразу... Граффити на ебальнике нарисовать, блядь, и всё. Ну а, на самом деле, самое главное в таких ситуациях это не обосраться. Ванёк, конечно, чуть-чуть обосрался. Ну так, слегка. Но встал. Всё нормально прошло.